мне самому лично нравится слушать разговорные видео спокойные размеренные где по два часа видео идет и где фоном нету никакой музыки либо есть какая-то такая которая не отвлекает атмосферная не такая музыка и где просто очень спокойно так разговаривают мне не нравится когда вот особенно мне не нравится видео это заставка когда идет я знаю что в некоторых есть заставка по две минуты по три минуты идет это сейчас увидел бумажку кто-то валяется где написано хачапури написано и какие-то рецепты а я подумал подсознательно что это валяется дневник ван гога листок из дневника ван гога или дневник какого-то творческого человека а все на самом деле в мире очень приземлил приземленно и вот эта тема очень который очень меня поразило который хочу затронуть но у меня не хватает слов это знаешь вот то же самое что человека который прибили к стене и объявили его в том что на землю летит гигантский метеорит и что это он виноват и в том что и обвинили еще в том что в 2000 или там 100 тысяч лет зарождения 100 тысяч лет люди друг друга убивали что вот в этом обвинили его у него не хватит слов чтобы опровергнуть это и вот у меня также не хватит слов чтобы выразить всю бесчеловечность злость жестокость гниль гробовая вот гробовой мрак этого города этого местного мира и особенно музея и вот этих всех структуру каждая структура мне не нравится видео которые идут по три минуты короткие видео я даже не включаю смотреть а вот когда я вижу видео там по 40 минут по два часа по часу у меня сразу ли хотя бы по 30 минут у меня сразу такой вот это радость возникает и хочется посмотреть ну именно разговорные видео вот сегодня у меня возник у меня вот снятся сны и у меня я просыпаюсь ночью между между ну после после того как сон приснился ночью просыпаюсь я говорю вот действительно смотришь ты посмотрел посмотри разы глаза ты увидишь людей с в одинаковых шапках меховых у которых лица такие полное отвращение к жизни и это не просто так все мне приснилось а вот мне после сна у меня начинается то что я называю параличом это когда ты не можешь пошевелиться и тебя мысль затягивает гнетущее воспоминание навязчивое то есть тебя какой-то вот ты вот проваливаешься в пропасть и не можешь это не можешь ни на какую другую мысль перейти это может быть это не знаю с чем сравнить можно наверное это как bad trip какой-то только это такой вопрос такая тема сложная потому что когда только начинаешь такой говорить ты сразу думает что вода ты сейчас понятно с тобой на самом деле я хочу сказать что я живу в этой реальности это для меня это гиперреальность потому что я очень чувствую и у меня я воспринимаю эту реальность именно такой какая она есть без как у меня никакого не курю не пью ничего вот нету никаких даже гормонов нету которые бы заставили ну затуманили бы эту реальность это реальность очень ужасно и вот у меня такие тяжелые бывают я бы хотел сказать что вот по статистике самоубийство совершаются рано утром то есть и скорее всего вот эти люди они тоже самое которые совершали самоубийство они тоже самое испытывали возможно вот этот такой паралич когда ты лежишь и не можешь пошевелиться и тебя настолько это поглотило это очень ужасно и вот я пытаюсь сопротивляться ну как-то сопротивляться этому это не получается она все равно на 5 где нападает и ты проваливаешься на глобальными вот это вот переживание глобальность у меня обычно это возникает в итоге этого я чувствую себя полный то есть ты чувствуешь себя полностью разрушенным ты чувствуешь что твоя личность полностью разрушена чувствуешь себя абсолютным ничтожеством ты тебя вот все вот эти вот неудачи которые с тобой происходили они на тебя навязчивого воспоминания возникают и они тебя поглощают и угнетают очень сильно это угнетение в сотой степени то есть ты вот вроде жил жил и то есть тебя например вот у меня например было такое что уголовник из москвы меня у меня угрожал и и оскорблял и вот он специально то есть там вся суть в том что вот эти вот все ну вот кто уголовник например или там позер какой-нибудь вот из моего города один там есть вся сущность в том что они оскорбляют вот если ты допустим они кто кем они являются они тебя этим и оскорбляют то есть например если уголовник тогда который бывший наркоман там и который женщину бьет по щеке за то что она на жизнь жалуется которые там татуировками себя всего весь и кичится татуировками там я кое-что про него знаю там да то что он был наркоманом такой степени что у него даже там ноги отказали и насколько он наркоманился в 90 видимо потом он там женщину по щеке бил за то что она жаловалась на жизнь и трижды уголовником был трижды сидел но за что я не знаю ну и он там постит в общем лысая у него лысая голова как обычно он там в общем настоящий уголовник такой он в этой теме очень гордиться этим и вот такой человек называет животным но он скорее всего меня назвал животным именно потому что хотел больше как можно большую боль причинить то есть смысл смысл вот это вот все все и вот пространство в котором мы живем в том что люди здесь причиняют боль друг другу то есть он видит он ну он пытается как-то причинить боль и то что он ну то что кто-то кем он является так он и будет тебя обзывать то есть позер будет называть меня позером животное будет называть меня животным вот так и получилось что этот уголовник меня животным назвал но еще назвал меня потому что у меня страница там я давно с целью аффирмации положительных чтобы повысить самооценку меня низкая самооценка всегда повысить самооценку назвал страницу прекрасный человек просто чтобы повысить самооценку и он видимо посмотрел это и решил таким образом меня унизить то есть причинить больше боли то есть смысл людей здесь это чтобы причинять боль то есть вот я например рисую пейзажи там до абстрактные картины пытаюсь создал новое направление современном искусстве там концепцию целую разработал которая здесь никому не нужна конечно же вот а у окружающих в основном смысл жизни это причинять боль друг другу и там и вот если он под позер там допустим который слушает короля и шута в 2017 году и русский рок слушает вот он меня позером называет уголовник меня животным назвал и угрожал вот он не может кстати вот это уголовник он не может он не может никак разговаривать кроме угроз и оскорбление то есть кроме угрозом никак не может если вы посмотрите например еще на ю тубе там есть вот в россии сейчас культ уголовничество ноц расцветает то есть апофеозов всего самого звериного вот на you tube то мголовник он они тоже там не как кроме угроз не могут разговаривать это вот их видимо такая ну сущность вот моя сущность например это заторможенность такая то есть вот меня заторможенным называли постоянно и агрессивные люди все они меня называют заторможенным что-то там все такое а у кого-то это быть звериным существом зверем в обличье человека но в россии ладно неважно мы так понимаем что тут творится о чем я говорил то что причиняют боль да я рисую вот это то что боль рисую своих картинах и конечно же уголовнику это не понравится он сразу мне начал угрожать за то что я там страдания выражаю своим творчестве сразу же стал угрожать мне вот позер там тоже что-то свое увидит в этом ничего особо но здесь ничего не может быть другого в россии если ты человек вот и обязательно столкнешься с угрозами с отравлениями с ненавистью да ты хоть кем путь ты с россия это кипящий котел боли где агрессии агрессия насилия больше стокость бесчеловечности которые люди сами создают вот но видимо это какие-то существа есть которые людей заставляют так так жить то есть а если ты не живешь то тебе будут еще бы ну у тебя будут ненавидеть то есть они будут тебе ты будешь когда они будут считать что ты за гранью жизнь вот они будете говорить считать что ты не знаешь жизнь даже то есть вот этот уголовник вам Он, например, так свое оскорбление построил, что, типа, как будто бы я не знаю жизни. Что, типа, он знает жизнь, а я нет. То есть, и оскорблял меня. То есть, тут вот, если ты человек, на самом деле, вот самые звериные сущности будут тебя в этом тебе видеть. Самые позерские будут видеть это позерство. Те, кто делают эту жизнь отвратительной, они будут тебя обвинять в том, что ты не знаешь жизни. А они такие знают, типа, все прекрасно. Постоянно, вот я сейчас иду тут, постоянно хмурые такие злобные взгляды. Там вот стоит, там, тетушка одна. И у нее такое вот прям злобное, злобное, такое прям неприветливое, злобное. Такое прям отвратительное, отвращение полное к человеку, к человечеству. Лицо у нее. И ей страшно просто, когда смотришь так, она посмотрит на тебя и так прямо становится жутко. Я бы мог это заснять. А сейчас вот какой-то мужичок прошел с усами и бородой. У него нормальный такой взгляд нормальный. В общем, я сейчас расскажу одну ситуацию, которая была для меня таким вот гнетущим параличом ночью. Если в предыдущие ночи, у меня это разные ситуации были. Вот у меня снова началось такое. Вот в прошлую ночь у меня была гнетущая, гнетущим параличом ночью было воспоминание о уголовнике, который меня угрожал и оскорблял. Вот эта ситуация. А в эту ночь этой ситуации было воспоминание. Оно причем возникает само по себе. Вот ты живешь, живешь, вроде не думаешь об этом. А потом ты ночью, ты даже не замечаешь, ты просто не можешь ничего поделать. Тебя гнетет вот это вот. Ты погружен, погружаешься вот в это воспоминание. И оно само по себе тебя настигает навязчивым образом, без твоего как бы ведома. Сейчас. И у меня было следующее. Вот чтобы вам понять, это настолько несправедливая ситуация, что его можно вот... Почему я не могу это, почему мне сложно это рассказать? Это то же самое, что вот вы просто представь, представь девственника, который... Или девственницу, которая всю жизнь хранила, ну, целомудрие, да, там... И вообще никогда из дома не выходила, там... И всю жизнь, ну, ей не нравилось, что люди не моют руки, там, да... И ее просто вот к стене прижимают, и в суде оказывается ее арестовывают. И обвиняют в том, что она там с 100 мужиками, там, совокуплялась, или... И еще, что учила окружающих людей не мыть руки. И била по рукам за то, что те моют руки. И еще обвинили в том, что она виновата, что накладывала что-то, и что земля... Что скоро конец света наступит. Представь, у нее бы не хватило слов, чтобы... И спросили, какие у тебя есть... Вот, что тебе... А что это тебе не нравится? Почему ты себя чувствуешь плохо? Почему ты себя чувствуешь так подавленным? Значит, ты виновата в этом. Вот здесь вот в России, вот, по крайней мере, те люди, с кем я сталкивался, они если... Они себя... На тебя накидываются внезапно. И... Видя, что ты растерян, и ты молчишь, подавлен, они думают, что ты... Что ты виноват действительно в том, в чем тебя обвинили. Вот в чем суть здесь. Здесь презумпция виновности существует. В бытовом плане здесь существует это все. Ты посмотри просто на лица прохожих. На выражение лиц. Они... Фух... Я вот сталкивался с этим... Ладно, я не хочу отвлекаться, но я сталкивался с огромной агрессией, и с жестокостью, и... И у меня нету больше друзей, потому что... Тех, кто... Ну, ладно. Но если что, могу потом рассказать, потому что кому-то интересно. Из-за агрессии, одним словом. Из-за насилия, агрессии здесь. Из-за того, что здесь злые оказались люди. Из-за того, что они просто... Вот кому-то нравится просто оскорблять, а не боль причинять. Вот вся суть в том, что здесь людям нравится причинять боль. И не всем, конечно. Я хочу сказать, что Россия, это не самое жестокое место. Есть гораздо хуже. Россия, это... Здесь не прям не стопроцентное... Ну, не тысячопроцентное ужас. Есть еще хуже гораздо. Обширные части света, где гораздо хуже, чем в России. Но все равно тут настолько сильный ужас. И... Желание у многих людей причинять боль друг другу. Ну, причем это... Я бы сказал, это не все люди это делают здесь. А есть... Есть многие, кто это делает. И, к сожалению, я раньше не мог их определить. Но сейчас я могу больше, более-менее... Ну, теперь я когда увижу, вот... Я буду знать, что вот этот человек, скорее всего, может причинить боль. Просто я тогда не знал об этом. Если ты сделаешь шаг влево, шаг влево, шаг влево, то он причинит боль. Здесь вот так все это устроено. Ну, не все. Ну, ладно. Я отвлекаюсь. Сейчас. И вот слушай вот ситуацию, которая повергает меня в шок. И мне не хватает слов, чтобы ее рассказать. Потому что это настолько ужасно, настолько абсурдно. Конечно, не настолько абсурдно, как тебе покажется. Но если бы ты оказался на моем месте, ты бы смог это понять. Вот представь, вот, 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 как это? Я буду в третьем лице говорить, чтобы ты мог, ну, представить лучше. Вот представь, что ты... Я расскажу сейчас о себе, но я буду как бы это на тебя проецировать. Представь, что ты с рождения не был никогда агрессивным. И ты вообще даже... Просто ты родился в провинциальной России, в проходном дворе, где такая... такой хаос творится. Где ты такого повидал, где ты стал несчастлив. В школе, где тебя постоянно грабили, и ты никогда даже не агрессив... Ты даже не знал, что можно в ответ что сделать. Ты просто жил в своем вот мире, но при этом ты... Нет, ты жил в этом мире, в реальности, но ты при этом никогда не знал даже, что можно ответить агрессией на агрессию или что-то сделать. А сейчас я повернусь назад, пойду, потому что там ужасно что-то. Там, короче, какая-то девчонка, мне кажется, что это я ее знаю. Я лучше обернусь, пойду в такую сторону, потому что это, скорее всего... Она там знакомая давно была, того типа, который оскорблял меня. И, скорее всего... Ну, просто, знаешь, такое есть, что ты идешь, когда ты застенчивый человек, и ты видишь какого-то знакомого, там, старого, там, давнего, с кем несколько раз виделся, ты хочешь сразу уйти куда-нибудь. Не хочешь здороваться, там. Потому что... У тебя ничего... Короче, ничего у нас не попростая. Я хочу... Я избегаюсь, я там... Стараюсь избегать. Короче, Россия — это самый, что ни на есть, дикий капиталистический мир. Цивилизованный мир сейчас больше к социализму. Он сейчас больше социалистический стал. Именно в самом таком человечном... Человечном виде. Но он, к сожалению, может разрушиться скоро. А вот Россия, она именно в самом бесчеловечном виде капиталистическое. В самом бесчеловечном виде. Здесь, как бы... Ну, ладно, неважно. Но при этом Россия не самая худшая. Если взять земной шар, то Россия, как бы, не самая бесчеловечная все-таки. Но все равно тут... Ну, я не был за пределами России, я не знаю. Но то, что я здесь повидал, это уже достаточно. Но, конечно, очень жестоким, злым людям здесь будет комфортно, скорее всего. Ну, просто им всем везде будет комфортно. Потому что всем будет некомфортно с ним, а им будет комфортно везде. Потому что вокруг их будут добрые люди, которых они будут угнетать. Ну, ладно. Короче, вот слушай. Вот представь, что ты ходил рисовать в течение многих лет. Восьми лет, десяти лет. На территорию музея. И просто в городе рисовал. Рисовал, рисовал мелками на тротуарах. Вот здесь, в России, вот в моем городе, тем более, никто так не рисует никогда. Никогда не рисовал. И ты ходишь, рисуешь, рисуешь, рисуешь. Мелками пейзажи красивые там. За свои деньги. Ну, за свои деньги, собственно, заработанные собственным трудом. Годами рисуешь, и ты еще безответно влюблен. И тебя никто не любит взаимно. Ты безответно влюблен там в девушку. И ей ты тоже там подарил свои рисунки. Она их просто выкинула. Еще ее отчим или ее отец на тебя напал. Просто агрессию проявил, когда ты в подъезде шел. Он на тебя просто напал. Без причины вообще. И ты даже не можешь понять, за что он на тебя так агрессивно. Короче, он на тебя напал, как будто ты не человек вообще. А какое-то вот жуткое такое чудовище. Мерзкое такое, знаешь, вредное, которое он увидел. И ты еще идешь рисовать. Никого я никогда не трогаю. И на тебя тоже кидается там этот дворник такой же мрачный. Такой же темный, мрачный. Вот по энергетике, по одежде, по внешности. Лицо такое мрачное, будто он пил там, постоянно курит. Дворник такого же вида, как вот этот мужик напал на тебя. Когда ты нарисовал, ты сделал от души для города красивое что-то. Кто никогда так не делает. Из души у тебя это идет даже. И он такой своим пальцем злобно там тычет в твой рисунок, как только ты нарисовал. И говорит гадости тебе. И говорит про твой рисунок гадости. И приказывает. В приказном доне разговаривать с тобой, словно ты обязан рисовать то, что он требует. Говорит, что ты там холмы одни рисуешь? Что ты, холмы, тебе дали краски, рисуй. Хотя никто даже краски тебе не давал. Ты сам за свои средства ходишь рисовать. Здесь у людей даже нет понимания, что ты можешь бескорыстно за свои средства что-то рисовать. Они всегда думают, что тебя наняли. И причем вот этот музей. И ты потом идешь в этот музей. И ты причем до этого в этом музее просил, чтобы тебе директор просил, директоршу просил, чтобы директоршу такая с красными в рыжий цвет волосами такая. Не знаю, лет 50, 60, или 70, не знаю, 60. Короче, такая, знаешь, в очках. Вот похоже на Горячкину чем-то, кстати. На психотерапевта Горячкину, которая меня назвала недоделанным. И моего отца назвала недоделанным. Хотя она его даже не видела. И оскорбляла. И вот ты живешь всю жизнь вот в этом сером мире. И ты пытаешься его сделать красивым. И никто тебя не поддерживает никогда. Никто никогда тебя не поддерживает. Ни этот музей, который еще не поддерживает. И причем в этом музее единственное, что выставляют, это всякие пропагандистские картины времен войны там. И все. Там только прошлое существует. Там не существует настоящего. Там существует только прошлое. Только пропаганда. И все. И там этот музей, причем с одной стороны покрашенный. А с другой стороны он гниющий такой, серый, полуразвалившийся. То есть показуха полная. Короче, ты рисуешь, ты просил, чтобы тебя не нападали, не оскорбляли эти работники всякие. Сторож, дворник, еще кто-то. А они, короче, пообещали тебе, что они не будут тебя оскорблять. А тут снова это произошло. Ты идешь, говоришь, что вот опять это произошло. А тебя посылают, тебе говорят. И это вот, ты говоришь, я сейчас почувствовал у себя очень сильное отчаяние. Очень расстроился. Я написал нам в леске, что не вижу выхода. Не вижу выхода. Написал. И она, конечно, на меня накинулась. Ну, я что-то там намекнул, что я хочу самоубийство совершить. Что мне не вижу выхода. Мне депрессивно очень жить. Меня не слышат, не понимают. И она, как только это прочитала, она сразу на меня выбежала и вышвырнула меня с криком «Змею за пазухой пригрели!» Вот это вот, директорша этого музея. «Пригрели же змею за пазухой!» Вот с таким «Вон отсюда!» Я помню это. А этот дворник продолжал работать. И потом еще спустя полгода я приходил рисовать. Там для детишек рисовать, чтобы у них мотивация появлялась к тому, чтобы в художественную школу пойти. Ну, чтобы к творчеству мотивация была. И там тоже я рисовал, спокойно, кого не трогал. И этот вот мужик такой мрачный весь, такой вот этот дворник или кто там, орал на меня, тыкая пальцем через забор, там орал прямо так, орал громко. Оскорблял меня просто ни за что. И вот в таком мире ты живешь, в таком мире без человечности злобы, омерзения к злобе, к любому творчеству, к любому созиданию, к любому бескорыстию, к любой красоте. И еще Федорова на тебя напала, когда ты рисовал на гнилой стене, рисовал пейзаж, попытался открыто посредь бела дня, на тебя она обкинулась, оскорбляла, кричала, что такие, как ты, сам понимаешь, куда долбятся там. При всех, при полиции, при наряде полиции оскорбляла там, орала на всю улицу, угрожала, говорила, тебя скоро убьют, там все такое вот. Заставила тебя стереть это все. И потом еще обещала, что если ты сотрешь, то обещала там полиции всем, что отменят свое заявление. А как только ты стер, она еще больше тебя оскорбляла, орала там при всех, при всех, а называла тебя не мужиком, там хлюпиком, что-то такое, короче, всякие вот такие фразы. И после этого она настояла на том, чтобы тебя увезли все-таки в участок и оштрафовали там, или взяли показания все, записали. И после этого ты в депрессии два года жил, стал принимать депрессанты даже. И не было ни разу у тебя девушки, там, ну, короче, ничего, не было там. Ни разу не было у тебя этого. Ну, короче, представь, вот ты художник, да, у тебя горячее сердце, ты там рисовал всю жизнь для своей деньги, для города, ну, и ни разу у тебя, и ты видел вокруг, как девушки ходят с гопниками, там, с кем угодно, и эти гопники причем над тобой издеваются, там, ну, не всегда гопники, но по-разному, там. И ни разу у тебя не было, ты был безответно влюблен, там, и даже боялся подойти. Девушка, которой ты первый раз был влюблен, она просто выбросила все твои рисунки, и ее отец или отчим, там, на тебя накинулся, там, просто ты проходил по подъезду, на тебя накинулся, ты даже ничего ей даже не говорил ни разу. Не подходил даже к ней ни разу, близко. Потом там, короче, у тебя ничего вообще, вот, кроме рисования, нет, нет. И потом как-то у тебя появляются, вроде там, друзья, девушка вроде начинает появляться, Федорова нападает, и все, все они исчезают махом, а ты в депрессию повернут на два года. Ну, еще дома там тоже не очень, ну, ладно. И вот меня поразило то, что меня называло вот это вот, ну, у меня потом вот паралич такой возник, где я чувствовал, что вот то, что она меня назвала смеей, которую они пригрели за пазухой, и я вот просто, моя вся проблема была в том, что я не мог агрессии на агрессию ответить. Когда вот этот вот дворник на меня напал, я не мог его послать просто. Вот меня посылают постоянно здесь люди вокруг, они здесь постоянно друг друга посылают, меня особенно посылают, на три буквы любят. Девушки, парни там. А я не могу послать, поэтому у меня проблемы. И ты не можешь посылать, потому что ты можешь или созидать, или быть агрессивным, как и все вокруг. Если у тебя поселяется в душе намерение посылать кого-то в ответ на агрессию, попытаться защитить себя, то у тебя сразу все остальное уничтожается, творческие силы, все уничтожается. И ты чувствуешь себя полностью уничтоженным, разбитым и ненужным в этом мире, где все посылают, все презирают тебя, и где никому нет дела вообще до творчества. То есть ты рисовал 10 лет для музея этого, ну просто за свои деньги, и никто это не заметил. Тебе ни разу не помогли, а при этом тебе послали, тебя там оскорбляли, тыкали пальцем в твой рисунок, там мерзко. То есть единственные зрители, которые были у тебя, это вот этот дворник, который тыкал пальцем и орал там всякой гадостью, гадостью тебя оскорблял и говорил, тебе дали краску, вот и рисуй, то, что тебе говорят, вот так. Представляешь, ты даже ничего не можешь сказать. И ты зажалеешь, что ты не послал, потому что все вокруг посылают так, потому что ты не заслуживаешь такого отношения. И ты меня не просто не послал, а ты пошел директору сказать, что вот, чувствуешь отчаяние, и ты чувствовал отчаяние, чувствовал депрессию, и тебя в ответ просто змеей назвали, которую пригрели за пазухой. То есть ты рисовал безобесплатно, для них ходил, а они тебя змеей за пазухой назвали. А кто тут на самом деле змея за пазухой? Я хочу сказать всем, пусть весь мир запомнит навеки, что вот эта вот директорша этого музея, она ничем ни разу мне не помогла. Этот музей мне ни разу не помог. Сколько я не рисовал там. Они ни разу мне не помогли, ни копейки, никакой поддержки, ничего вообще. У меня ничего не было. Я за свои деньги ходил рисовать. И этот город, он только уничтожал все, что я делаю. В лице этой Федоровой, в лице вот этого директора, и еще назвала змеей меня за пазухой, которую они пригрели. Представляешь, ты ходишь бесплатно, для них рисуешь там, для детишек сделаешь хорошее, для окружающих людей там нормальных, приятные, делаешь то, что они там проходят, видишь такие рисунки классные. А этот музей ничего хорошего людям не делает. Они там деньги за людей гребут, за то, что они там в музей за вход. Это как-то это должно быть бесплатно вообще. Причем этот музей находится на отшибе города, на самом краю города, после военкомата, дальше военкомата, который сейчас уже просто в труху превратился в гнию гнилую, который уже там закрылся, перенесся в другое место. Тебя еще змеей за пазухой называть. Тут я хочу на весь мир завидеть, пусть запомните весь мир вот это вот. Просто представь, что бы ты чувствовал после этого. Представь себя на моем месте. Причем, при том, что тогда я вообще не был агрессивным человеком. Вот тогда, в 2013 году, я не был агрессивным человеком ни капли. Это я только стал агрессивным после поездок нескольких в Москву, где меня каждый раз оскорбляли и унижали самым ужасным способом. Меня все там унижали. Девушки меня там унижали. Просто на улице я сидел на лавке. Они просто вырывали у меня из уха наушник. И, короче, просто издевались надо мной. И потом приходили их парни. Там, короче, девчонки издевались надо мной. Когда я на выставку приехал, чтобы свои рисунки показать, они вырвали у меня наушники и просто издевались, и называли меня словом из трех букв на букву «Х», которым называют человека, который приехал в Москву, там, знаешь, ну, который не русский, приехал в Москву. Вот они меня так называли. А потом пришли их парни, которые являлись, ну, не русскими. И даже они вели себя прилично. Там один, который как раз был вот не русским, он сказал, не обессудь там что-то. А эти девчонки были вроде пьяные там, короче, наверное. А может, нет, просто издевались надо мной. Им это нравилось. Ну, они просто... Потом там в Люберцах я жил надо мной этим. Мужики издевались в Люберцах. Такого, из девяностых какие-то. Там просто не описать. А потом в последнюю поездку он меня там избивал даже этот... Один мужик там... Видео даже есть. И появилось, что я стал после этого агрессивным, потому что я уже не мог просто. Я уже из-за отчаяния стал агрессивным. А в 2013-м я вообще не был агрессивным ни капли. Я только рисовал. А теперь я не могу рисовать. После всего, что я пережил, я уже не могу рисовать. А тогда я рисовал. И я не был агрессивным, потому что я не могу одновременно рисовать. Я не могу одновременно созидать. И одновременно готовиться к тому, чтобы ответить на агрессию и агрессию. Потому что для меня это много очень энергии уходит. Для людей здесь вокруг это норма. На агрессию и агрессии отвечать. Или просто даже без агрессии агрессию проявлять. А для меня это постоянно нужно в тревоге, жить в постоянном ожидании. Вот представь. И у меня регулярно случаются вот такие параличи, которые меня ужасно угнетают. Которые просто ужасно. Тебя как будто в пропасть падаешь и не можешь оттуда выбраться, в трясину. Отпишите вопросы по поводу вот этого паралича, о котором я рассказал. Спрашивайте там все вот это. По поводу этой из музея спрашивайте. Вот этой директорши из музея. То есть ты рисуешь для города, пытаешься сделать. А тебя все унижают постоянно и не считают тебя за человека. Да я не знаю. Я в Москву как приехал. Там еще больше агрессии столкнутся. Там уголовник мне угрожал. Там православный фашист Устинов мне угрожал и оскорблял меня. И девушке гадости про меня говорил. Там фашист из училища, из колледжа художественного на Савеловском. Называл меня девочкой там. Короче тоже всякие гадости там. Такой прокачанный весьма такой здоровый. Там просто не было ни одного, наверное, человека, который бы не оскорблял меня. Не унижал меня. Там ни одного вида, ну, вида человека. То есть там и бродяга меня оскорблял в центре Москвы на Курском вокзале. Причем все это и наркоман там был один, который меня назвал мутным типом. Это он меня... Причем уголовник меня называл животным. Наркоман меня называл мутным типом. Бомжара меня называл, чепушилый там. На Курском вокзале там один бродяга назвал меня. И тоже оскорблял. Просто я ничего ему не сделал. Они просто докапываются до меня, докапываются, докапываются, навязываются. И они... Я спадаю в ступор, не знаю, как им отведеть. И они меня оскорбляют потом еще больше. Вот если тебя всю жизнь так бы оскорбляют, и ты бы потом... И причем никогда у тебя не было взаимной любви, и ты бы потом подумал, понял, что вот у всех есть, а у тебя нет. Может, потому что ты не агрессивный, а все вокруг агрессивные. Ты видел, что вокруг у всех агрессивных ребят есть взаимная любовь, а у тебя ничего нет. То ты бы после этого, у тебя пошатнулось твое представление. Ты бы попытался хотя бы ради эксперимента проявить агрессию. Но я теперь понял, что это не мое. Я больше не проявляю агрессию, я понял, что это бессмысленно. Что моя судьба быть просто ничтожеством, которое все унижают здесь. Рисовать там, рисовать. Лучшее, что я могу сделать, это рисовать. И все, больше я ничего не могу. Единственное, что я могу делать хорошего, это рисовать. Но теперь я этого уже не могу делать, потому что я в Москву ездил, а после Москвы я не могу ничего рисовать. Это очень важно знать. Я вот хочу сказать, что вот это вот директорша этого музея. Вы можете зайти на сайт музея Железногорска. Там может быть фотка ее будет, может быть ее имя, фамилия будет, телефон. Можете там позвонить у нее. Можете там посмотреть, короче. Я просто хочу сказать, что все очень плохо. Я очень плохо себя чувствую. Очень плохо. Мне очень плохо. Очень плохо мне. Чувствую себя очень ужасно. Я бы хотел просто... Я ненавижу себя. Как я могу любить себя, если... Если я просто ничтожества не было, нигде нет ничего хорошего. Только унижают. Одна бесчеловечность. Ты будешь... Ты будешь делать что-то хорошее. Ты даже будь там... Я говорю, вот если бы Иисус появился тут, он бы там что-то осозидал, делал хорошее, его бы вообще... Его бы тоже облили, его бы уничтожили, точно так же, как и тогда. Ничего нету хорошего тут. Здесь просто нету человеколюбия, нету уважения к человеку. Здесь вот... По сути своей, здесь просто нету человечности. Здесь несчастный мир. Мир ненависти, мир несчастных людей. И они здесь все, все несчастные. Я несчастен, потому что я художник, и я чувствую себя очень сильно. Здесь мир просто людей, которые несчастны, которые делают несчастными друг друга. И любой, кто сюда попадет, он станет несчастным. Если сюда какой-нибудь европеец попадет, цивилизованный, он станет несчастным. Он сначала будет там смеяться, удивляться, о, в шутках все будет переводить, улыбаться, а потом он станет таким же угрюмым, несчастным, злобным. Столкнется с злобными такими, злобой, вот с такой вот, с злобной, с желчью, с такой вот, с злобными такими вот. Столкнется с директором, с директрисой этого музея столкнется, с чем угодно столкнется. Он станет таким же злым, несчастным. Будет чувствовать себя очень плохо, вот так же, как и я. Безвкусица. Здесь везде безвкусица. Здесь все серость, мир серости, мир бесчеловечности, мир серости. Если ты что-то рисуешь, вот, то тебя втаптывают в грязь ногой за это. Вот все. И еще тебя, тебе ничем не помогает этот музей. Ты хочешь рисовать в течение 10 лет на территории музея, и он тебе ничего не помогает. И еще он тебя нападает, клевещет, и называет тебя змеей за пазухой. То есть представь, это представь вот то же самое, что ты помогаешь, да, вот, бесплатно кому-то там, помогаешь, помогаешь. Делаешь что-то хорошее, красивое там, да. И тебя, короче, называют змеей за пазухой. А когда ты говоришь, что ты чувствуешь депрессию, ты нуждаешься в поддержке, тебя этот человек называет змеей за пазухой и прогоняет. Вот это вот, вот точно с этим я и столкнулся в этом музее. А когда я проявлял агрессию уже в 2016 году, в 2015 в Москве, я извинялся там. И когда я проявил агрессию, я извинялся. Я там говорил, извините, извини. И я раскаивался в этом, и раскаиваюсь, и извинялся. А вот эти люди, которые мне причинили агрессию, они никогда не извинялись, ни разу. Никто, никогда не извинился. И никто никогда не раскаивается в этом. Никогда. Вот в чем отличие-то. Вот когда я агрессию в Москве проявлял в ответ на агрессию, там, на унижение какие-то, когда мою девушку унижали как-то, я проявлял агрессию. Никто не, вот, я просил человека извиниться, он никогда не извинялся, еще больше начинал на меня кидаться, ну, начинал меня оскорблять, там, и мою девушку. Я проявлял, я как бы, ну, не выдерживал и проявлял агрессию, да. И я после этого сразу извинялся и чувствовал себя очень плохо, и чувствовал, что я что-то, ну, согрешил, в общем. Чувствовал, что я провел агрессию, а это, как бы, ну, ну, это разница с моей природой. То я никогда, ну, я не считаю, что я что-то хорошее сделал, а вот все, кто мне агрессию починил, там, избили меня, они все удовлетворены этим. Вот Федорова, там, Горячкина, эта директорша, мужик этот, который избил меня в Москве. Короче, все, они, ну, кто угодно, они все считают, что они правы, и что это действительно хорошо. Они никогда не усомнятся в себе, а я усомневаюсь в себе. Вот в чем наше, ну, в чем наше различие. Но здесь вот в этом мире верят тем, кто не сомневается в себе, тем, кто агрессивен, тот, кто уверен в себе, и тот, кто считает, что он правильно делает, что проявляет агрессию. А таким, как я здесь, вот мне никто здесь не верит, никто не считает мои слова за, ну, за... Никто не считает мои слова значимым чем-то, или... Ну, меня никто не считает за человека здесь. Вот этот уголовник, который меня называет животным, там, оскорбляет, угрожает, вот он абсолютно уверен в себе, потому что он не может по-другому, это его природа. И его никто не осудит за это, никто не посчитает, что он какой-то... Что он хуже, там... А меня везде считают самым худшим. Я сам себя считаю самым худшим, отвратительным, потому что я не могу... Они думают, что раз я считаю себя плохим, значит, я... Значит, это как бы... Они правы в том, что считают меня плохим. На самом деле это просто потому, что... Я, как бы, у меня есть внутренняя... У меня нету внутренней... Ну, нету защиты никакой от этого мира. Мне очень болезненно все это. Меня даже во сне снится, как меня оскорбляют, там, унижают. И меня всю жизнь унижали, вот, с самого детства, потому что я был аутичным. Ай... Но я не смогу вам это объяснить, потому что в этом мире плевали. Здесь нету... Здесь несчастье. Особенность этого мира – несчастье. Здесь счастлив только тот, кто унижает окружающих. И тот, кто, ну, по своим поведениям, своей, вот, ну, унижает окружающих. И он себя считает классным. Здесь тот, кто не сомневается в себе, тот и счастлив. И его считают правильным человеком. А тот, кто сомневается в себе, тот, у кого есть хоть какой-то, там... Его, конечно, он проигрывает всегда. Его считают, там, слабым, неправым. Ну, неправильным, там, все такое. Его считают, что вот эти вот параличи, они у меня регулярно случаются, и мне очень плохо. И я думаю, что если я совершу самоубийство, то это вот будет из-за этого. И у меня причем нету справки-то. Я сидел в психушке, но у меня нету справки. Я... На самом деле, я нормальный человек, но... Вот этот тип, факин, который меня оскорблял... Если я, ну, совершу самоубийство, то я напишу на листе, что это... Он в этом виноват, потому что он меня довел до самоубийства. Ну, потому что, когда он меня оскорблял, у меня внутреннее все начало гнить внутри, уничтожаться. Настолько мне тяжело. Я... И у меня нету справки никакой с психушкой. То есть я нормальный человек. Это значит, что...